Доброго времени суток! Рассматриваем ключевые фрагменты решения следующего задания. Так у нас пирамида. Вершина в точке D. D, B перпендикулярна плоскости основания A, B, C. Угол C 90 градусов. M середина A, D. N середина C, B. Нам нужно доказать, что отрезок MN является бисектрисой угла B, M, C. Для этого достаточно доказать, что треугольник C, M, B будет равнобедренным. Тогда медиана MN будет одновременно и высотой, и бисектрисой. Как же это можно доказать? А доказать это можно следующим образом. По теореме о трех перпендикулярах следует, что угол D, C, A является прямым. Следовательно, треугольник D, C, A прямоугольный, и в нем проведена медиана из вершины прямого угла медиана C, M. А медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная из вершины прямого угла в гипотенузе, как известно, равна половине гипотенузы. Аналогично. Очевидно, треугольник D, B, A является прямоугольным, и в нем медиана B, M равна половине гипотенузы AD. Следовательно, отрезки BM и CM равны, и значит, в равнобедренном треугольнике CMB луч MM является бисектрисой угла CMB. Так, теперь эти медианы мне нужно будет убрать. Так, и для решения пункта B сделаем некоторые дополнительные построения, а именно, проведем отрезок MP перпендикулярно плоскости основания, соответственно, параллельно D, B, тогда точка P будет, очевидно, серединой отрезка AB. И точно так же проведем прямую параллельную D, B через точку N до пересечения в точке K. Тогда очевидно, что четырехугольник N, K, M, P будет являться прямоугольником. Ну, поскольку MP, допустим, перпендикулярна плоскости ABC, так как MP параллельно DB, а DB перпендикулярна этой плоскости. И плоскость MKN проходит через прямую перпендикулярную плоскости основания. Следовательно, угол P в этом четырехугольнике является прямым. Так же прямой будет угол N. И отрезок MP средняя линия треугольника ADB. Отрезок N, K, средняя линия треугольника CDB. Значит, эти отрезки MP и N, K равны между собой и перпендикулярны плоскости основания. Следовательно, четырехугольник N, K, M, P является прямоугольником. Заменим прямую BD параллельной ей прямой N, K, проходящей через точку N. И тогда нам достаточно будет найти угол KNM. Он и будет равен углу между прямыми MN и DB. Так, что нам дано? Нам дано DB равно 6 корней из 3, следовательно, KN равно 3 корни из 3, так как KN средняя линия треугольника CDBD. Аналогично. КМ средняя линия треугольника DCA, следовательно, КМ равно 3. Тогда угол KNM можно найти из прямоугольного треугольника KNM. Тангенс этого угла равен КМ деленное на КМ. 3 деленное на 3 корни из 3, единица на корень из 3. Следовательно, угол ФИ равен 30 градусам. Материал подготовил Шиховцов Виктор Анатольевич. Специально для сайта Ягубов РФ.